Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Болельщики Сырой Аркини могут приобрести билеты на игры любимой команды. Сегодня простились с Акимом Абайского района и Иркебуланом Нашаровым. Воспитанники одного из детских садов Караганды уже встретили День единства всех народов Казахстана. И снова билетный ажиотаж вокруг Сырой Арки. Карагандинским хоккейным болельщикам изрядно подпортили настроение перед главной игрой сезона между хоккейными клубами Сырой Арка и Нефтекамским Торосом. Сегодня станет известно, кто возьмет заветный кубок Братины. Вот только увидеть зрелище своими глазами сможет не каждый. По словам хоккейных фанатов, билетов на свободные продажи нет. А спекулянты предлагают приобрести имеющиеся в несколько раз дороже. Да это издевательство над людьми. Мы стоим с полдевятого утра. Тысячи болельщиков уже вторые сутки дежурят у Караганды арена. Все они жаждут увидеть своими глазами, кто возьмет Братину. Любители хоккея, желающие купить билеты, создали списки очередей. Арена, на которой сегодня состоится решающий матч сезона, вмещает в себя 5000 человек. Билетов, по словам очередников, продано всего 60. На этом реализация заветных пропусков на матч завершилась. Разрешили списки до 400 человек отметить. Вот, 415 последний, отчаянный человек. А зашло всего 69 человек. Билеты закончили. В одну очередь закончились билеты, в другую закончились. Тут даже этаж такой бешеный. Люди лезут. И да, нецензурно хочется очень сильно выражаться. Потому что 5 билетов взять невозможно. Билетов нет, все. Где билеты? Кто-то из болельщиков утверждает, что билеты попросту перекупают. В интернете якобы появились спекулянты, предлагающие их втри дорого. Куда смотрит администрация хоккейного клуба Сарарка, непонятно. В интернете предлагают билеты со вчерашнего дня по 10 тысяч уже. Пишут, давайте берете, приходите, я вам продам по 8 тысяч билетов. Ну куда это вообще? По 8-10, да. Ну кто вообще за этим смотрит? А где администрация, почему она не дает объяснений для нас? На попытке получить объяснение от администрации Ледового дворца, болельщики слышали одно. Билетов нет, расходитесь. С журналистами сотрудники арены разговаривать также не желали. Не открывали с парадного входа. Откройте дверь, просто дверь откройте. Не хотели говорить с журналистами из черного входа. Реализуют билеты в хоккейный клуб. А вы просто скажите, можно? Что-либо комментировать по билетному ажиотажу отказались и в пресс-службе хоккейного клуба Сарыарка. Мол, билеты реализуются нормально, никаких проблем нет. И вообще не отвлекайте глупыми расспросами в преддверии важной игры. А как же быть болельщикам, которые преданы родной команде и хотят ее поддержать в ответственный момент? А таковой возможности нет. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Международная выставка по охране труда и промышленной безопасности состоялась на днях в столице Казахстана. Киош-2013 проходит уже в третий раз и собирает представителей крупнейших промышленных, нефтяных и горнорудных компаний различных стран мира. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда. Генеральным партнером по традиции выступила группа «Казахмыц». Специальный репортаж наших корреспондентов из Астаны. Открытая в минувший четверг выставка демонстрирует те технологии и средства индивидуальной защиты, которые дают возможность обеспечить и минимизировать риски на производстве. На конференции участники представляли самые передовые технологии охраны труда. Вот, к примеру, представители российской компании «Спецзащита», которая является главным поставщиком самоспасателей для угольных предприятий «Казахмыца», привезли в Астану свою новую разработку для металлургов – ДОТ. В горячих цехах нет темной части, потому что там ограничена окись кислорода, в связи с тем, что большая температура воздуха, а кислород, соответственно, уменьшен. Поэтому нашими ДОТами, нашими культурующими ДОТами металлурги могут спокойно пользоваться в горячих цехах. Между тем, в Казахстане по количеству травматизма лидирует строительная, транспортная и добывающая отрасли. Основной фокус у нас является минимизация смертности на рабочих местах, то есть сохранность жизни. Для этого у нас существует эта площадка, для этого у нас существует выставка, где мы демонстрируем последние инновационные какие-то разработки, средства индивидуальной коллективной защиты. И конференция у нас создана специально с целью, чтобы обсудить, чтобы просто содействие к тому, чтобы вот эта цель была осуществима. Мало кто знает, что помимо всех прочих средств защиты на производстве, существует и специальная защитная косметика. В России, к примеру, защитный крем для рук обязали закупать все промышленные предприятия. Крема наносят на руки до работы, появляется защитная пленочка, человек работает, выполняет работу, связанную. Какие-то механические работы, те работы, которые нельзя выполнить в перчатках, выполняются руками, руки защищаются. После выполненных работ крем просто смывается. Киош-2013 прошел в два дня. Пленарные заседания сменили интерактивные круглые столы и мастер-классы. Один из таких провел главный энергетик группы «Казахмыц». Специалисты корпорации научили коллег применять блокираторы изоляции источников энергии. К слову, только за прошлый год компанией выделено порядка 200 миллионов тенге на закуп 20 тысяч единиц блокирующих устройств от мировых производителей. Проведена подготовка и обучение специалистов. Она призвана сократить количество несчастных случаев, связанных с изолированными источниками энергии. В этом году выставка «Киош» представила 43 компании из Казахстана, России и Украины. Основной пул экспонентов составляют отечественные компании. Значимость события подтверждает и внушительный состав спонсоров и партнеров проекта. Генеральный партнер – группа «Казахмыц». У нас в компании намечена тенденция по снижению смертельного травматизма. То есть, если мы несколько лет назад приняли его достаточно высоким, то сейчас мы видим, что мы движемся в правильном направлении. И вот эта положительная тенденция, мы будем ее не только удерживать, а доводить до логического завершения, когда будет достигнута наша основная цель – это нулевой уровень травм на предприятии. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский, Астана. Привемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. Сегодня простили с Акимом Абайского района Иркебуланом Нашаровым, который, по предварительным данным, умер от сердечного приступа, находясь с рабочим визитом в белорусском городе Брест. Иркебулану Нашарову было всего 60 лет. Прощание с районным Акимом состоялось сегодня в Доме культуры Абая. На панихиду прибыли вся областная администрация, друзья, родные умершего, а также жители города. Иркебулан Нашаров родился в 1953 году. Окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук. С 2006 по 2010 годы занимал должность Акима Бухажиралского района. Был награжден орденом Курмет. На посту Акима Абайского района проработал три года. Мы потеряли талантливого руководителя. Благодаря своему трудолюбию и ответственному отношению к делу он вносил большой личный вклад в развитие нашей области. Он обладал особым чувством ответственности руководителя за порученный ему участок. Напомним, 28 апреля тело Акима Иркебулана Нашарова доставили из Беларуси в Караганду. Планировалось, что он заключит ряд договоров с местными предпринимателями об открытии в Абайском районе совместных казахстанско-белорусских предприятий. Предварительная причина смерти Иркебулана Нашарова – сердечный приступ. Уникальные декоративные изделия, подарки и сувениры ручной работы представлены в салоне «Копилка идей». Выполнить эксклюзивные изделия на любой вкус обещают мастера прикладного искусства шахтерской столицы. Салон ручной работы открылся всего месяц назад, но многие карагандинцы уже успели оценить творчество местных рукодельников. Подробнее в материале Аиды Ибраевой. Сувениры любой сложности – шкатулки, брелоки, элементы декора. Мастера салона ручной работы «Копилка идей» могут создать любую вещь на любой вкус. К примеру, даже небольшой комод, выполненный в определенной технике, может стать отличным дополнением к интерьеру. Это называется мини-комодик. Этот комод сделан в стиле прованс. Кроме декупажа здесь присутствует техника старения. То есть, это новая вещь, но она составлена. Салон ручной работы «Копилка идей» открылся не так давно, однако у здешних мастеров уже есть свои поклонники. За один день Любовь Михеева успевает изготовить под две шкатулки. Помимо этого, она организовывает мастер-классы для всех желающих обучиться прикладному искусству. Ничего сложного в этом нет, говорит женщина, да и подручные средства здесь тоже самые обычные. Так как бы ничего сложного в процессе не используется, с обычной строительной краски я использую, потому что работаю много. В данном отделе не первый раз. До этого покупал брелок для себя, кожаный. Сейчас пришел выбрать подарок для сестры на день рождения. Тут можно выбрать и для бабушек, и для мам. Вообще, очень интересный отдел. Такого отдела больше в городе нет. Приобрести уникальные сувениры все желающие могут в торговом доме Плаза, на втором этаже которого и находится копилка идей. Айда Ибраева, Улжас Кабасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганде дан старт информационно-пропагандистской акции «Скажем, коррупции нет», инициаторами которой являются областной филиал партии «Нуратан» и департамент финансовой полиции региона. Целью акции является вовлечение в борьбу с коррупцией общества, а также формирование у казахстанцев антикоррупционного мировоззрения и нетерпимости к коррупции. В течение месяца в рамках акции запланированы самые разные мероприятия, приемы граждан, открытые конкурсы на лучший, антикоррупционный плакат и лучшее освещение мероприятий по борьбе с коррупцией среди журналистов. Кроме того, подготовлены информационно-пропагандистские материалы, в которых указаны телефоны доверия органов финансовой полиции и партии «Нуратан». Хотел бы еще, наверное, довести до нашего населения о действующем едином телефоне доверия 144, по которому можно обратиться и анонимно, и о всех ставших известных коррупционных плакатах. Медиация и корпоративный дух. Источником успешного развития и процветания любого дела сегодня является умение разрешать конфликты. Об этом говорят участники Международного форума «Медиация и корпоративная социальная ответственность». В рамках форума также прошел конкурс среди компаний, умеющих быстро и качественно решать спорные вопросы, победителем которого и стал «Казактелеком». Подробнее далее. Еще в марте прошлого года на базе акционерного общества «Самрук Казына» был создан корпоративный центр социального партнерства, в рамках которого также было решено открыть корпоративный центр медиации и переговорного процесса. Главная идея организации – успешное регулирование социально-трудовых отношений мирным путем. Другими словами, медиация – это метод разрешения проблем без судебного вмешательства. Синергия – это 1 плюс 1 равно 11, когда две наилучшие стратегии объединяются для того, чтобы достичь лучшего результата. Что такое медиация? Это альтернативный способ разрешения споров, то есть это альтернатива судебному разбирательству, судейскому разбирательству, арбитражу. То есть это когда стороны садятся в переговоры, при помощи третьей нейтральной стороны медиатора приходят к общему соглашению. Международный форум медиации и корпоративно-социальная ответственность состоялся недавно в Тимиртау. В нем приняли участие представители четырех стран Белоруссии, Украины, России и Казахстана. В конкурсе профессиональных практик по предотвращению и разрешению конфликтов в связи различных компаний нашей республики победителем стало акционерное общество «Казахтелеком». Они, наверное, получили самый лучший результат. Это собственное убеждение, что можно любой вопрос регулировать мирным путем. Я думаю, заслуженная победа «Казахтелеком» в этой номинации, которая сейчас присуждается, это, наверное, большая победа, созданная всем коллективом. Акционерное общество «Казахтелеком» совместно с Центром социального партнерства проводит работы по обучению сотрудников компаний основам медиации и переговорам. Систематический мониторинг психологического климата в коллективе, комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, а также открытие онлайн-кабинета психолога на внутрикорпоративном портале. Все эти меры, говорят представители «Казахтелекома», принимаются для благополучия сотрудников. Это те люди, которые работают в каждом населенном пункте нашей страны, несут свою трудовую вахту, делая благое дело, представляя населению услуги, посредством которого они могут общаться с друг с другом. Если себя чувствует комфортно каждый работник в этой компании, то и компания зарабатывает деньги и стремится вперед. В работе форума также приняли участие более 75 представителей мажористов парламента, ведущих университетов Казахстана и России, представители группы компаний «Самрук Казына», предпринимательского сообщества, а также неправительственных организаций. Проблемы, которые можно решить с помощью медиации, встречаются практически везде, говорят организаторы форума. В основном это бизнес-структуры, которые обращаются с разрешением споров, которые не подкреплены договорными какими-то обязательствами, которые невозможно рассмотреть в суде. Семейные споры, очень часто ювенальные споры, когда по определению места жительства детей, когда подростки совершают преступление небольшой средней тяжести впервые. Вот это самая распространенная категория дел. Айда Ибраева, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. К другим новостям. 120 саженцев молоденьких деревьев от Центра обслуживания населения. Сотрудники ЦОНа по Октябрьскому району вышли на субботник, неся свою лепту благоустройства и санитарную очистку Караганды. В этот день чище стала прилегающая к ЦОНу территория. Покраской, побелкой и очисткой занялись несколько десятков специалистов Центра обслуживания населения. А в Майкудукском парке сотрудниками ведомства было высажено не менее 120 саженцев деревьев лиственной породы. Надеюсь, данная акция будет примером для подражания и назидания будущему поколению. Воспитанники одного из детских садов Караганды уже встретили День Единства Народов Казахстана. Отнеслись к предстоящему дню очень серьезно и патриотично. Динара Сартаева узнавала, как самые маленькие карагандинцы отмечают государственный праздник. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе другая семья. С такими патриотическими словами ребята детского сада Толла Гай уже сегодня начали праздновать День Единства Народов Казахстана. К этому фестивалю готовились не одну неделю и ждали с нетерпением. Хочется благодарность, слова благодарности сказать вам, родители, за то, что вы приняли участие в проведении нашего фестиваля Дружбы Народов. В этом году для нас это была самая главная задача. Мы будем в течение трех лет этой задачей продолжать ее внедрять, развивать. И совместная работа с вами для нас это самый большой и самый настоящий труд. К празднику готовились все дружно с семьей, особенно активно в этом принимали участие родители детей. А вот одна из представителей родительского комитета уже на протяжении всех четырех лет не остается равнодушной. Кстати, Лариса по национальности украинка родилась и выросла среди казахов. К первому маю мы готовились вместе с родительским комитетом, чтобы дети порадовались, организовали праздник. Праздник был очень ярким и красочным. Все дети были одеты в костюмы разных национальностей, исполняли танцы всех народностей, проживающих в нашей республике. Кто-то танцевал, читал стихотворения, а кто-то даже играл на флейте. Басқа алтық, алтықтың балары келеді. Біз олармен доспыз ойнаймыз, жазамыз, там ағышемыз, және де доспыз. Тимур, мне 6 лет. И сейчас я вам расскажу стих на татарском языке. После торжественного мероприятия дети и их родители обедали за праздничным дастарханом. Национальные блюда готовили сами. Рассказывали детям об обычаях и традициях другой культуры. Представляли их национальные блюда. Наша группа представляет азербайджанскую культуру и их национальную кухню. Другие же отличились. Начали с гимна Казахстана. Динара Сартаева, Ержан Алипов, 1-й Карагандинский. Уходим на заслуженный отдых. Накануне в Карагандинской области служители Фемиды проводили коллег на пенсию. Торжественное мероприятие состоялось в здании областного суда. Судебная сфередия от Маганбетова проработала четверть века. А ее коллега по цеху Ренбасар Тастанбаев этой деятельности посвятил 37 лет. Оба заслужили высокий авторитет, самоотверженно отдавая себя любимой работе. Сегодня в торжественной обстановке служители Фемиды проводили ветеранов труда на заслуженный отдых. Ермек Серегбаев, представитель областного суда, за многолетний труд наградил судей почетными грамотами и ценными подарками. Тем временем Зияд Маганбетова отмечает, что несмотря на сложности в работе, с любимым делом расставаться не так легко. Все-таки работа судей – это очень ответственная работа, это большая честь для нас. И я думаю, что, наверное, это тоже большое счастье в жизни человека, когда у него есть работа, которую он любит. Выпуск продолжит новости спорта. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. В Центральном парке Караганды при поддержке Акимата и Управления спорта прошел традиционный ежегодный кросс. 62 школы города заявили свои команды на соревнования. Основная цель данного мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни, занятие массовыми видами спорта, преимущественно для молодежи. И подготовка к традиционной эстафете на призы индустриальной Караганды, которые будут проходить 4 мая текущего года. В городском кроссе участвуют немало опытных спортсменов, среди которых учащится школа номер 63 Павел Даванин. Я очень рад этим соревнованиям. Я очень хочу, чтобы наша школа победила. Я вчера стал чемпионом области. Беги варьеров на 300 метров. Пробежал с результатом 49,4. В Караганде в спорткомплексе «Жастар» завершился четвертый областной турнир по карате. В соревнованиях участвовали 375 спортсменов со всех регионов области, среди которых были и победители областных и республиканских соревнований Ангелина Григорьева и Ирлан Дускинов. Карагандинский филиал сейчас идет на развитие. Только мы, можно сказать, год, как работаем. Сейчас численность очень хорошая, растет. Мы сейчас охватили все регионы. Это такие регионы, как Жартас, Дубовка, Сарань, Шахтинск, Топар. Ребята очень рады, что мы там проводим тренировки. С удовольствием тренируются. И думаю, что через год, через два на всех республиканских турнирах Карагандинская область будет блистать не только вторыми, третьими, но и первыми местами. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 4206-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман Сауболонсдар.